Пионерская зорь А из нашего окна площадь красная видна А из вашего окошка только улица немножко Москва – огромная строительная площадка Не по дням, а по часам, как сказки, растут новые дома Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты В конце 20-х годов прошлого века, после переноса столицы Советского Союза в Москву Центральный аппарат власти стремительно разрастался Жилья для новой коммунистической элиты в перенаселенной Москве катастрофически не хватало В связи с этим было принято решение построить для семей высшего советского руководства Дом новой образцовой жизни Возглавил работу над Домом мечты специально приглашенный из Италии именитый архитектор Борис Иофан Под строительство была отведена огромная территория вильна соляных складов купца Берсеньева Три гектара земли, целый квартал на набережной Москва-реки Напротив – Храма Христа Спасителя С той самой старины глубокой ничего хорошего здесь не происходило Набеги отсюда, посольство Орды на месте Дома художников В более позднее время здесь возникают заливные царские луга, потом заливные царские сады Казнят вовсе не на лобном месте, а в скверике Репина Вот в теперешней сквере Крепина последняя казнь была Емельяна Пугачева То бишь кровь Да, да, да Именно здесь Петр казнит стрельцов На большом каменном мосту стоят пики с их отрубленными головами для устрашения бунтущиков Ванька Каин грабит Кубчиков здесь под мостом большим каменным Поскольку, как не смешно сейчас это звучит, пьянство на Руси был смертный грех И все кабаки, царев кабак, естественно, государство наживает денежки на этом Они были вынесены за черту города И поскольку вот те самые кубчики попили водочки и как бы по домам А тут Ванька Каин говорит, нет, забалуешь И грабила их бенгалага Так что место было Кулачные бои Ну, тот самый песня о купце Калашникове Когда они там стенка на стенку до хруста в груди дерутся Это все происходит здесь То бишь и кровь, и драки, и ужас Все вот на этом вот пятачке И все же лучше места не нашли Прекрасный вид на Кремль и сам дом, как на ладони у верховной власти Одна старая большевичка, которая въезжала в этот дом, пошутила Ну, как бы, не думая, может быть, ничего плохого Дом предварительного заключения Да, и как в воду смотрела Судьба потом тех самых узников, которые в этом доме находятся при предварительном заключении Она преследовала очень многих жителей дома Его примерно все в том духе и называли Никак, в общем-то, никаких там дворцов для правительства Ничего такого в народе не ходило А вот те самые добрые, дом предварительного заключения Вот так Строили дом обычные рабочие и крестьяне Характерная особенность строителей коммунистического будущего Строительный камень возили на баржах по реке Гигантский жилой комплекс Ставший в то время самым крупным во всей Европе Вырос всего за три года И в 1931 году из окон полилась музыка патефонов Во дворе забил фонтан Счастливые новоселы начали заселять квартиры будущего Считалось, что этот дом на данную минуту Начало строительства 1928 год Такой шикарный А потом у всех советских людей будут дома не хуже этого, а лучше Этот дом у нас как пробный шар, как эксперимент И вот потом мы все недоделочки учтем И советским людям построим дома В каждой советской семье Ничуть не хуже, а лучше Поэтому, естественно, на момент постройки этого дома Это была роскость, потому что Норма жилая по Москве была Я не хочу наврать, но около четырех с половиной метров В доме советов повышенная, но не более восьми метров А здесь средняя квартира Четырехкомнатная По тридцать метров Даже если въехала семья пять человек То все равно поделите Это получается тридцать метров на человека Естественно, это дворец 12 этажей, 24 подъезда, более 500 квартир Почта, телеграф, кинотеатр, детский сад, парикмахерская, магазины, поликлиника, спортивный клуб Все это для небожителей советской эпохи Признанных писателей, ученых, военных, наркомов и чекистов В особых списках первых новоселов В буквальном смысле слова Образцово-показательный дом Был нашпигован экспериментальными новинками Лифт немецкого производства Первые четырехкомфорочные газовые плиты Холодные шкафы для хранения продуктов Телефоны в каждой квартире И невиданная для советского человека роскошь Горячая вода не только днем, но и ночью Даже для революционной элиты страны Многое в этом доме было в диковинку Когда жители въезжали в дом Они кроме ордера на квартиру, который выглядел вот так Где вся квартира как детский конструктор перечислена То бишь стены, потолки, полы в комнатах Ванны уборной кухни, двери глухие, застекленные и так далее Получали и правила Обращение с предметами оборудования в квартирах дома ЦИК и СНК Правила на сегодняшний день выглядят смешно Но это объясняется очень просто Поскольку жители дома, заезжавшие в этот шикарный дом ЦИК и СНК Очень многие жили в домах советов в глухих углах огромной страны И не везде сразу ленинский план ГРЛО сработал и лампочки загорелись И многие, только въехав в этот дом, увидели такие удобства, как свет И поэтому для них написали вот такие пункты Не забивать гвоздей по линии отвесной к выключателям, переключателям и штепселям Вследствие того, что под штукатуркой проходит проводка, ну и так далее Очень многие также жили в глухих местах, где не было у них никаких ванных, раковин и так далее И поэтому были вот такие пункты Не загрязнять раковины спичками, окурками и другими мелкими предметами, ну и так далее Были пункты не ударять под трубом тяжелыми предметами и не становиться ногами Во избежание падения труб в местах соединения Все это на сегодняшний день смотрится и читается Как бы комичные, с оттенков, снисхождение к ним Господи, до чего же темные были Был вот такой пункт Не бросать в чашу унитаза кости, тряпки, коробки и другие предметы Во избежание прекращения действия уборной И возможности вследствие образовавшейся засора затопления множества нелижних квартир Вот так Субтитры создавал DimaTorzok